Традиционно военно-патриотический праздник «Открытое небо» приглашает больше 50 тысяч человек. Этот год не исключение. Организаторы подготовили десятки различных площадок. Можно не только посмотреть, что здесь предлагают, но и стать участником этих ярких, спортивных и патриотических событий. Посмотреть можно было на показательные выступления спортивных федераций. Рэгби, силовой экстрим, чирлидинг, киндо, тэквондо и карате. На любой вкус. Сергей больше 25 лет занимается кабудо. Публику шокировал умением управляться с катаной. Это японское оружие действительно невероятно острое и оттого опасное. Бумагу режет как масло. Старшие ребята работают с мячом, поезжают в Японию, ездят на соревнования по России. То есть можем, собственно говоря, удовлетворить желание любого человека, который хочет заниматься единоборствами. И мальчикам и девочкам вы рады? Да, у нас принимают участие. У нас даже тренера-девчонки есть, которые уже много лет занимаются, выигрывают чемпионаты России. Занимаются уже теперь с детишками. Гости праздника могли и сами стать спортсменами, приняв участие в открытой тренировке. На этой площадке им предлагали погрузиться в мир пока не растиражированного в регионе спорта. Функциональной подготовки в ММА, кроссфайтинга. Тут и ударная техника, и борьба, и элементы кроссфита. Оно является удачным и для мужчин, особенно кто хочет позаниматься брутальными видами спорта. Причем могут заниматься люди прямо с самого нуля, потому что здесь упражнения подбираются такие, кто может делать вообще без подготовки. И по мере того, как уровень подготовки нарастает, люди уже начинают заниматься либо боевым спортом, либо более серьезным кроссфитом. А для профессионалов, спортсменов, это незаменимый вид функциональной подготовки, когда они готовятся на сборах к выступлению. Такие упражнения тренируют и выносливость, и силу. Вообще тут очень классно, серьезно. Мы пришли сюда для того, чтобы посмотреть на открытые тренировки, вообще может позаниматься даже где-то вот, например, где-то час назад тут была зумба, и мы с подругой тут танцевали, было весело. Внимание жители привлекали и традиционные, и патриотические площадки. Представители различных ведомств рассказывали интересующимся о видах оружия, обмундирования, кормили солдатской кашей. Такие развлечения по вкусу пришлись и детям, и взрослым обоих полов. Так, а вот это что? Это кевларовый шлем бронезащиты, обеспечивает вас от пулевых и осколочных осколков. А вот эта штука такая? Автомат АКС, укороченный. Сколько весит? Весит технические характеристики 3-2 килограмма у него. Как далеко стреляет, в каких видах боя нужен? Нужен он для механиков, водителей и десантных войсков для десантирования, чтобы облегчить, скажем так, другие автоматы менее пригодны для этого. Дальность стрельбы у него 700-800 метров. Организовать такой масштабный и многолюдный праздник, так, чтобы он прошел без замена КЧП, очень непросто. Но посетители довольны. Прошлый год друг ездил, три часа в пробке простоял, не мог попасть. А в этом году зашли на сайт, посмотрели, было написано, организованы четыре точки, с которых можно было уехать. Спокойно приехали, оставили машину, сели на автобус, дошли спокойно. Ребенок уже спать как бы должен, но ему все нравится. Полазили по самолетам, все посмотрели, все машины. Нам очень нравится. Нога – это хорошо, не подтолкается, не трезвые. Самолеты посмотрели, военную технику. Понравилось детям, полазили. Посмотрели, потрогали, пощупали. Все настоящее, военное, железное. Праздник в режиме нон-стоп на аэродроме Северный проходит в течение дня и традиционно завершается концертом. В этот раз в текстильную столицу приехали гости из Москвы. Группа «Ума Турман». Мария Смирнова, Михаил Кенгуров, РТВ Иванова.